Сегодня мы говорим о женщине, чье имя стало синонимом французского шарма и чья фильмография воплотила в себе европейское кино второй половины 20 века. Катрин Денёв. Шербурские зонтики, дневная красавица, отвращение, танцующая в темноте. Все мы хорошо знакомы с золотым стандартом Денёв. Гранд Дама французского кино не сбавляет обороты и активно снимается и сейчас. Нынешний темп Денёв это 3-4 фильма в год. Актриса активно поддерживает дебютантов и режиссеров авторского кино. Одной из лучших возрастных ролей стало для Катрин Денёв появление в ленте «Женщина во дворе». Денёв сыграла начинающую пенсионерку, женщину на грани нервного срыва. По словам режиссера, сценарий «Женщины во дворе» был написан специально для Катрин Денёв. И неспроста актриса была рада возможности поиронизировать над своим возрастом. За этот фильм «Неувядающая звезда» получила очередную номинацию на Сезар. Криминальную драму «Мужчина, которого слишком сильно любили» поставил обладателей призов Каннского фестиваля за лучшую режиссуру Андре Тешене. Противостоять мафиози Катрин Денёв выпала вместе с Гийомом Кане и восходящей звездой Адель Энель. О последней работе актрисы ленте «Молодая кровь», ставшей фильмом открытия Каннского фестиваля, мы расскажем вам в следующий раз, как раз к его украинской премьере. Субтитры подогнал «Симон»!